Всем привет, друзья, с вами Чапаев, и вот до 2020 года у нас остаются уже буквально считанные минуты. И в честь такого события я бы хотел вас всех лично поздравить. Но для начала давайте, пожалуй, кратенько пробежимся по проектам, которые будут в этом новом году, а также подведем итоги уходящего года. Но уже после мы перейдем обязательно к поздравлениям. Друзья, сразу скажу, что это будет не особо подробный подкаст, потому как 2020 год уже буквально мне дышит в спину, а деньки предновогодние, сами понимаете, какие выдались. Бесконечная и постоянная суета. Поэтому кратенько пробежимся по анонсам и чего же ждать. А также постараюсь дать хотя бы приблизительные сроки. Итак, Resident Evil 7 DLC. Да, ребятки, дополнений для Resident Evil 7 вышло немало. И на данный момент записано аж целых шесть. Еще у нас осталось всего лишь два. Это день рождения Джека, который является не сюжетным, а таким стебным испытанием, где нам нужно уложиться как можно быстрее по времени. И последнее DLC это хардкорный Итан Маздай, где для того, чтобы его пройти в первый раз, понадобится, пожалуй, под сотню рестартов, чтобы все предельно заучить. Так еще и предметы в ящиках будут совершенно рандомно расположены. В общем, классный и весьма сложный режим, который я не просто пройду, но и дам подробный гайд, как же это сделать самому. Оба этих дополнения будут уже в январе. День рождения Джека постараюсь сделать на новогодних праздниках. Учитывая тематику этого дополнения, будет, на мой взгляд, как раз таки кстати. Ну и закончив полностью с Резидентом 7, да, бонусный ролик был еще до дополнений, и по факту добавить больше нечего, мы сразу же переходим к долгожданной паразитке. Повторюсь в очередной раз, что заниматься таким крупным проектом, имея на руках незавершенные, это очень непросто, поэтому добиваем мелкие висячие проекты, но затем полностью и с головой ухожу в паразитку. Перепройду ее вновь с нуля, с коллегами по озвучке все оговорено, и надеюсь, с конца января мы таки запустим самый огромный и масштабный проект на канале. Ждать, ребятки, осталось совсем недолго, обещаю. Ну а там уже, глядишь, и до сиквела как-нибудь доберемся. Сразу же после завершения первой паразитки мы продолжим похождение нашего старого знакомого детектива Себастина Кастелланоса. Да, за последнее время было невероятно много просьб и вопросов по Эвил Визину второму, поэтому, друзья, приступаем к нему сразу же после первой паразитки. Так же со сбором всех предметов, документов, статуэток, и так же, как и оригинал, на сложности Акума. Да, то есть в режиме No Damage. Ну и так как игра представляет из себя некое подобие открытого мира, то пройдем и все дополнительные квеста, и соберем все, что только можно. В общем, как всегда, все в моем стиле. Все вот эти вышеуказанные проекты, то есть два DLC для Резидента 7, Паразитка 1 и Визин 2, у меня в планах как раз таки до середины, или же может быть конца апреля. Приблизительно. Ну а там мы переключимся, как вы думаете, на что? Ну, конечно же, на Resident Evil 3 ремейк. Ух, надеюсь, все видели трейлер и анонс. И знаете, друзья, какой бы не получился ремейк двойки, да, великолепный и красивый хоррор, и с убитыми нахрен сценариями, но вот в третий, я действительно верю, и возлагаю на него большие надежды. Во-первых, это моя любимая часть во всей трилогии, но во-вторых, там и залажать-то невозможно, потому как никаких сценариев там и нет. Есть лишь варианты выбора, с которыми, как мне кажется, схалтурить будет, ну уж очень сложно. Так что держим пальцы и ждем с нетерпением 3 апреля. Для меня это самый долгожданный проект 2020 года. Как только он выходит, я сразу же бросаю все свои дела и бегу, сломя голову, его проходить. Ну и затем уже пробегу его еще несколько раз перед записью, чтобы уже заучить все предметы, записки, возможно, какие-либо предметы сбора и на самой высокой сложности, само собой. На ноу-дэмэдж я, конечно, не рассчитываю, ибо там будет злобный немезис. Но поглядим. Кто знает, на ремейк двойке, например, я тоже не планировал проходить ноу-дэмэджа. Поэтому, ребятки, те, кто будет ждать именно мое прохождение, очень прошу вас заручиться терпением, а не строчить комменты типа «Чипай, уже весь Ютуб завален прохождением Резика, а ты там сидишь и страдаешь херней». Для того, чтобы получилось красивое, качественное и хардкорное прохождение со сбором всего, нужно много времени на подготовку, друзья. Потому как, согласитесь, кому нужно прохождение Чипая вслепую на нормале, да еще с фейлами и пропусками предметов. Само собой, никому. Так что наберитесь терпения, ожидания будут полностью оправданы. В этом я вас уверяю. Ах да, и еще один приятный бонус для фанатов Резидента. И чтобы ожидания сильно не затягивались, мы вновь пробежим оригинал тройки, но уже с невероятно классными текстурами высокого разрешения, где игра сразу же невероятно преображается. Так что в ожидании ремейка заодно и вспомним оригинал. На мой взгляд, очень даже в тему. Ну и закончив уже с Резидентом, я порадую также и фанатов другой великолепной хоррор-серии. И это Сайлент Хилл. Да, следующая на очереди у нас будет уже четвертая часть. И даже несмотря на то, что эту часть я не особо люблю, прохождение будет также со сбором всего и на высоком уровне сложности. Все покажу, соберу, продемонстрирую, озвучим документы, покажу все концовки и расскажу, от чего же они зависят и как же их получить. Ну и, конечно же, главная фишка всех моих прохождений по Сайлент Хиллу это полный разбор, который я также постараюсь сделать очень информативным и масштабным и чтобы он вышел на уровне прошлых частей. Так что, любители Сайлент Хилла четвертого, ожидайте, в этом году он обязательно будет. Хоть скажу по секрету, это мой самый нежелательный проект из всех анонсированных. Но раз уж пообещал пройти всю серию, да и вы, друзья, ждете его с нетерпением и постоянно задаете вопросы, то сделаю все красиво и в лучшем виде. DLC для Резидента 7 мне тоже больше половины, а лично не нравится. Но это не помешало мне сделать красивое и зрелищное прохождение со сбором и показом всех предметов и бонусов, да еще и на хардкоре. Так что, оправдаю ваши ожидания сполна. Ну и закончив Silent Hill из крупных проектов, там уже буду приступать и ко второй паразитке. Если не буду сильно ленивым, то задолго до этого запишу ее и раздам ролик коллегам на озвучку, пока, скажем, занимаюсь другим проектом. Сразу после первой части я к ней ну никак не смогу приступить, потому что нужно угодить всем. А Визин 2 и Silent Hill 4 тоже ждут уже очень долгое время. А тут еще и ремейк третьего резидента. Надеюсь, все меня поймут и по выходу проектов не возникнет никаких споров и разногласий. Постарался распределить это максимально удобно и угодить всем. Но оговорюсь, что это лишь касается крупных проектов. Само собой, ретро и небольшие прохождения Сешки и Нески никуда не денутся. Нужно обязательно выпустить в 2020 году также и Metal Gear 2 с нашей озвучкой, которая является прямым продолжением оригинального Metal Gear'а, к ослеванию Rondo of Blood и, возможно, Симфонию Ночи, а заодно наконец и покончить с этой гребаной контрой Шатере Цолдерс. В общем, как-то так, друзья. 2020 наверное будет самым насыщенным на новые и долгожданные проекты. Вас призываю включайте режим Хаттика и терпеливо ждать. Но себе лишь пожелаю побольше свободного времени, чтобы в этих проектах не закопаться. Ну и в завершении хотел бы подвести итоги уходящего года. На мой взгляд, он получился самым успешным в плане обратной связи и вашей поддержки, друзья. Количество подписчиков идет вверх, зрителей на стриме становится все больше, но про донаты и подарки я и вовсе молчу. За один стрим я стабильно получаю больше, чем за месяц рекламы. Подарков и посылок в этом году тоже стало в разы больше и всем, кто принимал в этом участие, я могу сказать лишь огромное человеческое спасибо, друзья. Всем тем, кто меня материально поддерживает, не ленится топать на почту, отсылать, чипая посылку аж через всю Россию, дарит новинки в стиме, да и всем тем, кто меня смотрит и поддержит своим присутствием на стриме в чате или теплым лайком или комментарием. Абсолютно всем, кто смотрит данное видео, огромное спасибо. Каждый из вас хоть небольшой вклад, но в этот канал вложил. Хоть я и начинал свое творчество чисто на энтузиазме, будучи еще студентом, но сами прекрасно понимаете, что годы идут и без поддержки контент делать все тяжелее и тяжелее, но разбавлять с работой так и еще жестче. Поэтому без вашей отдачи и поддержки на самом деле остается лишь догадываться, что бы сейчас было с каналом. Так что всем огромное спасибо, друзья. Именно благодаря такой отличной и по-настоящему классной и доброй аудитории канал развивается и идет в гору. Но я же в свою очередь постараюсь особо вас не подводить и утолить все ваши аппетиты по долгожданным проектам. Ну что, ребятки, я думаю, вы не забыли, что Чапай из Дальнего Востока и если в Москве еще вся эта новогодняя суета, беготня, то у меня уже буквально через несколько минут настанет 2020 год. Поэтому спешу вас поздравить и пожелать, чтобы Новый Год принес вам удачу, счастье и исполнение вашей самой сокровенной мечты. Пусть даже если это будет паразитка. Ну и, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Всех с Новым Годом, друзья. Увидимся в новом 2020 году. Кстати, 7 января будет рождественский стрим. Обязательно жду. Всех обнял. Ваш Чапай. Всех с Новым... Ну да. С Новым Годом, блять. Все порушил нахер. Ваш С Новым Годом. ПОДОЛЖЕНИЕ ПОДОЛЖЕНИЕ С Новым Годом. ПОДОЛЖЕНИЕ